МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ветер в этом садовом обществе гоняет не мусор, а слухи и сплетни. Часть домов здесь скупил застройщик, которому в городскую администрацию отдали землю под многоэтажки. Инвестор выставил цену. 100 тысяч рублей за сотку. Кто-то из жителей с этой суммой согласился, другие же настроились за землю биться. Продешевить не хотят. Вам предлагают 600 тысяч за вашу дачу. И вы не готовы? Нет, конечно. У нас есть свет, у нас есть вода. Центральная вода? Да, центральная вода. Зачем нам? Да и вообще это дешево 600. Многие владельцы участков имеют на земле капитальные дома, в которых прописаны, имеют даже небольшое хозяйство. Единственное, чего им не хватает, ответов на вопросы, когда снос и сколько заплатят. Ничего не предлагают. Даже не разговаривают. Вот участком, у которых просто вот эти вот засыпные дома, дачи, 100 рублей за сотку, 100 тысяч. Было. Вроде как потом стали чуть больше, уже кто начал сопротивляться, уже чуть больше прилагали. Но а нам конкретно, потому что они знают, что мы здесь с пропиской, мы здесь живем. Между тем, в городской администрации уверены, что скандалов из-за земли, подобных тому, который произошел на Белинского, несколько лет назад не будет. Напомню, властям тогда понадобилось расширить дорогу, а жители одного из домов отказались продавать землю под строительство магистрали за предложенные администрацией деньги. Сначала семье предлагали порядка 10 миллионов рублей за землю и дом. Они настаивали на сумме вдвое большей. Тяжба длилась три года. В итоге люди получили 6 миллионов и штраф за отказ выселяться. В мэрии говорят, сейчас неприятных сюрпризов не боятся, ведь застройщик утверждает, земельные вопросы с дачниками уже улажены. По тем документам, с которыми они к нам приходили, в прошлом году, где-то в конце года, у них не все участки были выкуплены, действительно. Но они обещали, что именно в рамках проекта планировки, сколько необходимо, эти участки будут все выкуплены. Застройщик рассказал нам, что действительно, со всеми садоводами уже достигнуты договоренности о переселении. Если кто-то еще не имеет информации о цене сотки и не общался с их представителем, значит, его дом просто не попал в зону застройки. Сейчас ведется проектирование первой очереди, то есть все участки выкуплены, которые входят в первую очередь, то есть проведены слушания. Те участки, по которым не было обращения о выкупе, они, скорее всего, пойдут либо второй очередью строительства, либо будут выкупаться другими застройщиками. По закону, частные дома могут стоять рядом с многоэтажками несколько лет и дожидаться, пока земля не понадобится другому инвестору или строителю дороги. Поэтому садоводам в Ленинском районе посоветовали набраться терпения. Между тем, к возможному переезду застройщики предлагают заранее готовиться и многим другим дачникам, чья земля находится в черте города. Согласно нового генплана, жилые массивы появятся на месте еще ряда действующих садовых обществ. Надежда Семендеева, Олеся Рожкова, Павел Иваницкий, Александр Шевелев, 7 канал, новости 24.